всем привет меня зовут элай я сегодня на страна fm пою для вас и общаюсь с вами так я песню пишу с 2010 года наверно один из первых все наш стиль музыки называют кальян рэпом почему-то но я этим горжусь так скажем потому что вот с 2010 года меня зовут по паспорту эмин так я и лай 28 лет и я артист лейбл ажара music я знаете я помню что я вообще из семьи музыкантов у меня отец заслуженный артист азербайджана понятно у нас постоянно играла азербайджанская национальная музыка отец нас будил утром вставал и вот пока делал себе не знаю там завтрак что-то он пел 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 и весь дом просыпался я я можно в рост на вот такой музыки но в 13 лет если не ошибаюсь даже в 12 мне кто-то подарил диск там были клипы всех зарубежных таких в то время то просто там был 50 цен там было там очень много было такой хип-хопа американского я помню я когда этот диск включил я просто не мог остановиться я с сутками прокручивал прокручивал смотрел клипус мэл их жесты как они одеваются и сам начал так одеваться широкие широкие штаны папин свитер это такой и вот на самом деле и весь мой двор весь район вот был вот таким вот все все были все вокруг были на вот в этой волне волне рэпа и я под подсел на рэп музыку да а потом потихоньку я в то время вообще русскую музыку не слушал русский хип-хоп уж тем более не слышал я но так как я не знал английского я очень хотел песни писать но я в то время был очень профессиональным футболистом чтобы понимали да я меня дали в шесть лет футбольную школу я думал что я стану футболистом музыка для меня была чисто так ну хобби наверное даже первые стихи которые я писал я стеснялся их кому-либо показывать думаю боже мне мама постоянно горела сынок записывая на тетрадь потом через время я тебе покажу ты будешь прямо смотреть с улыбкой я и что самое интересное мама мне это показала и давно я охренел просто это так уже не первые стихи это просто ужас ужасом вот и вот так вот я и вот пришел на так скажем на вот тут хип-хоп музыку что сегодня называют кальян рэп ленинградская группа крэк было да это 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 сумасшедшая лирика это это честно это просто очень круто мне так так получилось что в один момент я как-то переключился от прямо от западной музыки тоже переключился просто я понимаю что нужно делать на русском я почему-то посмотрел сериал не потому что почему-то прям так полос посмотрел сериал есенин там безруков снимается вот тогда мой мир полностью повернулся вообще вообще перевернула все вот так вот с ног с ног на голову и я такой еще и в это время ленинградский этот вот группой крэк у меня вообще подсадила так что я такой думаю и в то время еще я получил травму футбольную на год и меня уже как футболиста нету он так вот прям совпало совпало я думаю дай-ка я напишу первую песню я помню было так стыдно во двор выходить типа сейчас у меня а у нас там во дворе есть ты такое сделал написал первую песню не знаю ты типа выходишь эй рэпер иди сюда начинает издеваться не то что бить просто издеваться плане того что типа ну какой ты же футболист какой рэп такую я стеснялся помню да но пятая песня и я полетел по гастролю все время было время был контакт и ну как бы не было ни инстаграма ну то есть вообще не было только был контакт и мы песни кидали не в куда паблика вот на стенку к себе мне даже не было псевдонима и дабы просто имена лиф элвин алиф я просто скинул на стенку и понятное дело все пацаны на районе и все девочки у тебя в друзьях они это все увидели то ты чё вот началось это но я помню что я такой ну ребята мы увидим скоро вот просто я просто из семьи музыкантов наверное правда что яблони от яблони далеко не падает я наверное отношусь к тому типу людей кого хвалить нельзя вот в плане того что и даже я вам скажу честно даже в футбольные годы из всей команды я мог играть лучше там допустим всех но меня тренер всегда будет гнобить и это хорошо но наверно просто и я так понимаю типа когда тебя хвалят тоже того немножко расслабляешься а когда ты постоянно зол на себя и ты себя мотивируешь тем что я хочу делать сильнее и сильнее лучше и лучше мне кажется вот моем случае это так но на сегодняшний день когда мне уже 28 понятное дело когда вокруг уже было миллион хвалы просто все и ты понимаешь что что типа когда там кто-то говорит типа да это не тот да пошел ты типа а раньше для это меня прям мотивировал может быть мне сейчас вот того парня не хватает может быть но с другой стороны все равно мотивировать я сам себя умею очень 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 хорошо процесс на писем принципе все сами сказали у меня диктофон заполнен этими мотивами потому что постоянно что можешь прийти у меня дома есть мини-студия чисто мне там микрофон всегда включен то есть я могу делать чай или кушать и что-то в голову придет я сразу же иду там и могу напеть а бывает такое что услышал какое-то стихотворение и меня прям пробило то есть я очень много любит он стихов почитать таких и современный честно даже не знаю авторов просто я вижу типа красиво и недавно был стихотворение было называется твой предатель по-моему так песни такая песня стихотворение называется я на я нашел поэтессу я написал типа слушать огромное тебе спасибо это реально круто я прям взял его прочел микрофон красиво под мелодию для тик тока там сейчас захожу в тик ток смотрю под этим звуком девочки просто рыдают это пошел какой-то тренд мне очень понравилось то песни я пишу всегда так вот я могу ехать за рулем написать песен за за полчаса я могу песню приехать студию там сделать припев и потом неделю думать окуп то есть всегда по-разному смотря просто в каком-то состоянии и насколько тебя вот сейчас просто хочется об этом сказать потому что есть тебе сказать не о чем начать не пиши вот я вот так вот как бы делал если тебе есть что сказать тогда ты обязан сделать насчет самостоятельности у нас чем прекрасно наверное на лейбле то что никто никому ничего не говорит ну то есть плане того что типа слушай сделать так или сделать так у нас есть допустим мы это называем демо версия пока что песня не особо готова просто есть скелет ты его слушаешь дома раз 40 отправляешь друзьям артистам коллегам ребятам только там близким типа как вам и только так вот можно понять кто скажет бро круто кто скажет я бы там изменил вот так то так но в целом все принятие решения я делаю сам то есть не песня понравилась если она мне понравилась она понравится и другим и страна мне не понравилась она по-любому хотя бывали случаи я вам скажу честно вот тот же самый 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 первый хит когда это был 2013 году я его написал за два часа я считал это полной фигней а это просто сделала меня как артиста за это спасибо маме она сказала что да просто невероятно а я в это даже не верил в семнадцатом году на песне помню твое тело я написал опять-таки за два часа отправил бахти и он мне говорит это хита игры какой хит ну то есть бывает такое ты сам не угадать потому что я свои песни со стороны оцениваю совсем по-другому я там чисто по музыкальному мне главное слова чтобы как я напел а вот трогать ли она душу я вот чтобы мурашки у меня такого него потому что я сам написал от других песен у меня может быть но от своих только если на концерте они поют весь зал в унисон с тобой тогда да это невероятно это просто необъяснимое ощущение а так как бы я сам не могу себя оценивать я вообще ужасный критик самокритик ужаснейший просто я могу написать все скажешь вокруг крутой такой нет там вот один момент мне он не нравится вообще я могу я буду крутить раз сорок это тоже плохо ну меня не изменить про современную музыку я вам скажу я уже говорил не раз очень жаль что сегодня музыку может прийти каждый даже не умеющий петь не умеющий даже не знаешь не знающий что такое музыка прийти просто и и зайти вот так скажем вот в эту дверь и типа я вот певец это 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 обидно и это у нас в россии больше всего я так говорю это фраза мне она немножко плохо звучит на сегодняшний день музыку насилует если честно да вот я вам как говорил до этого мое время когда то что мое время когда только-только я начинал мне было стыдно выйти на улицу потому что я сделал песню потому что я тронул ее и хотя я из семьи музыкантов я бы я вырос музыки а на сегодняшний день людям даже не стыдно особенно в топ чартах если вы откроете блогер же парикмахер кому не лень просто пытается петь и от этого ты понимаешь ну ну ладно но это же не музыка но это это вообще не музыка наверное просто кто-то к этому относится легко к этому относится типа да ладно спел и спел но для меня лично потому что я настолько живу музыка для мне это немножко обидно но есть крутые песни есть крутые артисты которые стали артистами из блогера допустим тот же маркин штерн да как бы и вправду то есть нельзя сказать нет его достижением ну как быть человек достиг почему нет это это круто но и на него посмотрев все остальные бегут типа я тоже смогу я тоже смогу делать миллионы рублей я надеюсь справедливости таки есть а про зарубежную там они всегда были молодцы там они это это очень очень крутые на них смотришь и понимаешь то что мы от них отстаём ну как минимум на лет 10 мне кажется нет я сейчас его не отмечал я искал то что из блогеров наверное потому что все же поют блогеры я имею до из блогеров наверное вот он единственный кто показал доказал из артистов я сейчас просто буду перечислять всех наших все скажут ну своих перечисляет я безумное уважение любовь моим братьям это хамалинаваибу джонни будут все мы братья зомб и бахну все весь наш лейбл сейчас просто назову вот потому что я наверно только просто это и слушаю потому что вокруг меня это ну когда вот я вам скажу честно очень редко бывает чтобы я зашел в топ-чарт и посмотрел там а кто там на первых там десяти или там в первых двадцати местах мне это не интересно потому что на сегодняшний не понимаю то что он полный ну да вы меня поняли мат в песнях и мат жизни я не буду врать я не рядом никакой там не знаю праведник где-то честная я матом ругаюсь прямо от души но опять-таки это в своем в своем кругу и нет такого как прям сапожник нет а мат в песнях есть он честно говоря сделан со вкусом то есть в нужном месте потому что в песнях вот самое главное мне кажется не врать вот ты поешь правду говоришь правду если сам эти песни пишешь живы и там где-то прямо вот это слово должно быть ну вот это прямо эмоции передаст почему бы и нет а когда допустим у тебя через слово там я тебя там пошло 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 мат 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 как сегодня в этой музыке новой это конечно же здесь я сам интересно я удивляюсь когда вижу что 12 летний там 13 летние там девочки во дворе идут фруц это колоночка это слушают вот если бы я 13 такое слушал бы мне кажется мне бы оторвали бы ноги дома сто процентов я уверен что так было бы хотя я я пацана там были девочки образование я думаю что она очень нужно в любом случае и не нужно думать о том что типа я на сегодняшний стану блогерами или там певцом и у меня будет куча денег вот здесь на моем опыте так наверное моя жизнь случилась я отучился один из классов и очень мечтал стать актером и поступил актерское мастерство там да и от отучился один один курс и дальше полетел по гастролями я понимаю что и мне еще сказали что с этой корочкой с этим дипломом тебя ну не возьмут никуда потому что этих голодных актеров говорит по всей стране полно но хотелось но не получилось поэтому я могу сказать то что я даже этот один год я там был раза три четыре наверное в университете поэтому я даже не считаю что я учился поэтому у меня среднее образование но я считаю что это нехорошо но моем случае наверное мне она не пригодилась но я думаю уверен что людям вокруг всем учиться это познание это вообще самое главное это нужно это нужно потому что на сегодняшний день опять-таки вернемся туда сейчас всего и сегодня все просто открываешь что-то тик-ток и все эти маленькие девочки мальчики они мне кажется им вообще образование нафиг не нужно просто ну честно просто не нужно они 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 вообще во первых сейчас дети стали вообще настолько умными что я допустим двухлетней девочки отдаю планшет она знает как ввести пароль там как открыть youtube и посмотреть мультик если бы мне два года дали планшет во первых на не было планшетов но если был планшет мне кажется я как дурак смотрела просто на этот вот экран не понимал бы ничего они намного стали вот не знаю не как будто в ногу со временем настолько идут то что я думаю что что бы через лет двадцать вообще дети какие будут они сразу с годика вай-фай будут подключать и будет там потери по ватсапу общаться я не знаю когда будет но это реально круто но учеба нужна честно нужно учиться не дай бог кто-то из вас подумать том что зачем мне учиться я пойду там стану блогером лучше отучить потом своим блогером про интернет любимая соцсети наверное как бы ты плохо не звучал но на сегодня человек который сидит в инстаграме он уже старомоден получается потому что тик токи лежать вот я наверно больше время провожу там в инстаграме и больше и большей степени у нас очень много чатов с братьями там ватсапе нас группа мы очень много времени проводим группе каждый день какие-то приколы какие-то вот общение мы можем вот час тому за сидели в заведении а потом уехали по делам и у и опять там переписываемся то есть очень много времени провожу в этих чатах с братьями с друзьями но и инстаграм да не буду скрывать все же на сегодняшний на айфоне такая штучка появилась там видно сколько-то часов проводил я на смотрел типа за сутки не бывает там пять часов и думаю пять часов то в моем моего дня уходит просто а по сути даже это за рулем навигатор и просто сворачиваешь это быстренько инстаграм посмотрел вот настолько понимаете но я не скажу что я больной этим нет честно нет а youtube безусловно youtube да я там очень много смотрю видосов всяких там выступлений я обожаю смотреть живые концерты вообще других артистов там того же той же ариана гранда просто я смотрю там часами как она выступает это просто великолепный артист это просто все все в этой девочки внешность голос песни все просто этим можно восхищаться хейтеры о левая рука и так и так деньгам они мне кажется не должны быть всегда потому что ну без них было бы скучно но вообще до всегда есть безусловно есть вот такие типа он напишет 1000 сообщений ответь пожалуйста но таких вот тысячи а потом такой да пошел ты это время ты заходишь играть при этом такой я не тебе брат это не тебе это было то есть это такое есть а так конечно очень бывает разного и грязного но метр всегда улыбает почему-то кого-то злит и это наоборот вот если ты песню выпустил и у тебя допустим в инстаграме под этим постом будет тысячу комментариев из них девятьсот там пятьдесят будет хорошего и кто-то скажет то фу как может такой служит и мои же слушательницы мне 95 процентов девушек честно ну как бы меня слушают и они начинают к нему сразу зачем ты сюда пришел это пишешь если это не понравилось просто мимо пройди но мета улыбает я честно я к этому отношусь очень хорошо дикт обычно пишут девушки отмечать как они поют машине либо пишут бывают такие слова но честно я прям стоит вычитаю думаю но неужели я своей жизни настолько могу на людей влиять что они просто переживают какие-то моменты свои и там были люди которые писали что спасибо тебе если бы не эта песня я бы погибла там туда вот такой типа после любви после типа расставания я думаю наверное мы лекарство которое людям помогает в те или иные вот моменты жизни самое наверное обидно для артиста для человека кто сам пишет песни было бы обидно если человек просто послушал бы его даже ничего не тронуло бы тем более в тех песнях которые пишем мы песни о любви мы трогаем так скажем большей степени да вот сердца девушек ну и парней естественно это как вот у нас на концертах приходит это 90 процентов девушек и 10 процентов парней которые либо пришли до познакомиться на концерт либо как у меня бывает часто гримерки заходили брат я вот по твою песню с этой девушкой познакомиться на моя жена игру на счастье вам ну типа такое главное испытание на пути артиста вообще нага наверно каждый отец должен понимать то что вот его жизнь волна вот это всегда есть было и будет и вот тот самый момент когда ты внизу бывает такой спад вот артисты сами в себе они как дети ранимые ну правда очень очень ранимые и очень слишком близко вас воспринимает к сердцу прям это есть такое когда ты падаешь главное чтобы этот момент были рядом те люди которые тебя поддержат не не то чтобы наоборот еще ниже унесут а просто останутся рядом и скажут слушай а завтра будет новый день каждый всегда пусть ночи утра просто надо дальше делать и работать работать на моем пути было в миллион ошибок потому что вокруг не было никого я был сам по себе не было ни продюсеров не старших которые мне скажут слушай а давай там тут надо сделать так когда я только-только у меня песня взорвало я полетел по гастролям я был сам по себе я даже в интернете писал имя номер свой это писал имя марат и типа я концертный директор я сам отвечал на эти звонки я я был сам сам по себе это из маленького города симферополя из крыма никто и никак я даже сам не знал что вообще будет дальше то есть я просто летел вслепую и это было невероятно круто но когда я тогда вот тот момент когда я перегорел я понимал то что папа парень из простой семьи из маленького городка начинает зарабатывать деньги приходят девушки ну все вокруг тебя просто начинает просто цвести я это перегорел и вот тот момент не было возле меня так скажем старшего которые скажут вот тут надо сделать так ты так но я на этом опыте я понял что не дай бог если сейчас такое тоже случится я знаю уже как себя вести и всем желаю артистам просто никогда не сдаваться никогда потому что если ты это делаешь и себя уже служит хотя бы один слушатель значит ты уже делаешь все все правильно дружба знаете я честно скажу я сам не прям наверное таким же серьезным словом как любовь потому что в жизни найти прям друга который с тобой будет прям бок о бок самого детства мне то есть такой один я с ним 7 лет может больше даже может с 8 не помню точно я до пришел в футбольную команду и у меня вас с первых дней с первого секунды в вас ненавидел ну да вот это вот так вот у нас не началась дружба такая была неприязнь друг другу сегодня мне 28 лет и я с ним больше 20 лет просто друзья и человек мне кажется он даже больше чем кто-либо знает обо мне вот все знает человек который мне никогда в жизни вот и вот он не артист но только ему я могу отправить демку типа ну послушай как тебе потому что я знаю его музыкальный вкус то есть мы с ним с детства еще буквально недавно года 20 назад я еще узнал что оказывается мы с ним чуть дальние родственники то есть это это ну это просто но необъяснимо но а мне его безумно да не хватает в москве потому что он живет крыму я постоянно говорю переезжать сюда жить но дружба это я вам скажу честно это настолько проверяется годами это то есть вокруг артистов на сегодняшний вокруг меня очень много близких людей друзей но очень много знакомых очень много огромное количество есть люди которые просто я безумно люблю да но мы с ним мало знакомы я могу сказать что он друг брат но прям сказать что мне прямо вот-вот прямо друг мой это опять таки проверяется годами поэтому дружба это очень важно мне кажется особенным парнем на мужику потому что рядом должен быть всегда вот если у меня есть брат родной вот здесь брат по крови есть брат по жизни у меня он брат по жизни вот этот вот парень из симферополя марат это видишь привет брат про любовь я честно о личной жизни никогда не рассказываю и мне кажется в интернете наверно очень сложно найти что-либо моей личной жизни но безусловно в жизни без любви никак и любовь она должна быть потому что любовь дает тебе крылья любовь дает тебе прямо жизнь смысл жизни насчет обращения к девушкам пожалуйста будьте более женственные потому что вот эта изюминка женственности мне кажется она она мне кажется первую очередь должна быть потому что есть вот смотришь на девушку она очень красивая он там вообще настолько нет женственности прямо отталкивает а бывает такое что смотришь на девушку вот она милая может она не мисс мира да но она настолько милая и не настолько изюминка что она просто ну ты смотришь думаешь что за что за что за красивая то есть я я желаю девушкам на сегодняшний день очень многие пытаются быть бизнес в умной такой типа вот быть самостоятельной я вообще считаю что в любом случае девушка должна быть за мужчиной всегда за мужчиной потому что может я кавказец может мне другой менталитет но я всегда так видел и знал что девушкам все нужно делать ну то есть парень должен делать да есть девушка которые не в отношениях не замужем она как бы работать тоже огромное уважение люди людям которые вообще работают не полагаются на кого-то но в целом я хочу девушке вам сказать пожалуйста просто будьте более женственными и нежными все остальное мне кажется бог вам и так дал и мне мама сказала однажды фразу я очень кто-то спешил к этой девушке это было давно я был молодой такой без слов и сейчас тоже молодой просто да вообще был щеглом вот я я помню бежал куда-то и как-то я о девушке отозвался не очень так скажем приятно и мама мне сказала слушай ты знаешь вот девушки вот женщина нужно мужику больше чем мужик женщине потому что вот тут сильные мы а тут сильные они это правда и без без них просто но никуда а я думал типа да ладно это как автобус я стою на остановке приехал уехал на был глупый но это совсем не так поэтому девушки честно без вас женщина без вас не было бы ничего не песен не воин ничего не было тюнинг девочек посмотрите я никак не отношусь плохо к девушкам да допустим но так получилось что природа там не дала там большую грудь допустим и она пошла себе сделала более лучше потому что невозможно грудь спортзале накачать это понятно к этому нельзя плохо относиться или не знаю там этом не больше маленькие губы она пошла сделала тебя немножко больше это нормально это то же самое ты пошел вот как я вот я лет уже восемь в спортзале без остановки всегда я спортзале да не как раньше раньше вообще как как сумасшедший этим увлекался просто я феста зале я всегда когда вижу пацанов животами своих друзей игры ты толстый иди в зал и я по и буду каждый ему это говорить ну потому что но парень но он должен быть спортивным тем более если ты артист ладно ладно артисты другое вообще любой пацан который просто с утра до ночи он там может там гулять тусить там выпить там не знаю я вот такого не вообще не понимаю хотя сам такой гуляка но я могу ночью гулять а утром уже быть спортзале чтобы понимать ну честно вот насчет девушек когда перри перри уже переделанные это уже через чу когда прям кукла искусственно это конечно странно смотрится ужасно но честно я такое вообще не люблю не понимаю сейчас среди моих слышательность такие тоже есть измените да она в целом я считаю что я я больше за естественность но опять-таки есть есть немножко сделать себя почему бы нет но когда переделывают когда просто круг можно с ним в воду прыгнуть и просто не утонуть понимаете а извините пожалуйста прыгаешь в воду и все я как матрас мне мама говорит типа а постоянно про измени себя мама постоянно говорит сынок там я бы там взяла там тебе сделала немножко брови выше ну типа да как бы мне мама она она мой самый большой критик она знает все она прям видит все ноги сынок я бы сделал это а давай сделаем если что там операцию нос и грома но типа ну просто в том плане типа я бы там допустим сделала потом с возрастом игрума но честно я вот такой какое есть да и всегда буду спорте но чуть-чуть менять на лице или как-то еще я не вижу в этом смысле и у парней уж тем более а вот забить допустим себе руку или набить себе это все должно быть осознанно у меня вся рука в целом есть посмотреть здесь рука матери держит микрофон спасибо за жизнь за этот путь это глаз моего отца который всегда за мной наблюдать это мой эталон то есть у меня здесь нет ничего такого что там набил спанчбоба на такого не понимаю я типа ну вот поэтому осознанные вещи и я безумно люблю тату безумно и когда это вижу и на девушках и на парней но это сделано красиво это реально смотрится круто и очень много не видели нет 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 безусловно нет просто я хотел на вот опять-таки все по по смыслу если набивать все тело и даже не знаю сколько смыслом найти в этом просто мне вот на ноге просто не видно вот мне там горилла я год обезьяна 92 года и горилла даже король джунглей так скажем а мне там горилла и вокруг каменные джунгли и 92 год когда как бродился и вот я чисто вот такие осознанные вещи набиваю но так чтобы опять-таки говорю набивать чушку то я я вот не могу мне здесь лев потому что я так считал что он сам по себе всегда если вы замечали что если смотрите и нам планет что лев всегда даже если он у него там свой проект но все равно сам сам по себе всегда вот я вот такой же вроде бы вокруг было много людей но я всегда такой одиночка я люблю вот быть на дне вот самим собой вот поэтому вот все что я набиваю это все со смыслом тоже набивает все только со смыслом пожалуйста знаете такое про деньги знаете такую прекрасную фразу типа друзей денег не бывает много на сегодняшний день я просто понял такую вещь то что чем ты больше зарабатываешь тем больше ответственности тем больше хочется и очень при хорошо что вокруг допустим у тебя есть друзья артисты которые еще более успешнее еще больше денег ты сможешь это круто я хочу также но деньгам я никогда не относился как какой-то типа важной части моей жизни не было такого но безусловно без денег никуда особенно на сегодняшний день я знаю историю одной не буду говорить ее имя одной очень большой артистке у нее есть было ничего но она взяла в кредит там какую-то охраненную машину только потому что статус сегодня это такой прям показатель того что если есть деньги значит крутой человек крутой там артистом это все в песнях показывать я это не вижу смысла но чтобы вокруг моя семья все были достатки я должен очень много работать и слава богу у меня получается сделать так чтобы у всех все было хорошо и понятно я и стремлюсь еще больше да я хочу чтобы мне там было там на счету там миллиона кто этого не хочет все хотят но прям так чтобы прям деньгами и куда прям быть жадными лежатыми или не знаю везде пытаться делать деньги нет я делаю всю жизнь деньги на одном на музыке я надеюсь то что я и до старости буду это делать первый канал отдал папе потому что мне когда первую песню писал ему огромное спасибо за это он нас так прям воспитывал что не то что унижало такой тип ну что ты уже пацан взрослый деньги зарабатывать нужно я помню что я злился плакал и в еду прям который ел я такой ну вот увидишь вот увидишь вот увидишь ему огромное спасибо за эту злость внутри себя что я вот смогу тебе доказать я помню я приехал с первого города мне было полторы тысячи долларов тогда я на стол кидает тысячи долларов и говорю за эти деньги ты поешь восемь часов на свадьба я спел всего лишь час такой это прямо это как будто знаете вот иголочкой вытащил сердце с таким кайфом это сказал вкинул деньги на стол и такой типа вот я деньги зарабатываю я дал я дал папе у меня с папой у меня есть старший брат он с ним прям как сын и отец со мной он как брат с братом потому что она я выбрал его же путь путь микрофона и поэтому у меня с папой вообще отдельное отношение для меня человек жизни чтобы могли себе представить допустим эта бутылка белого цвета он не скажет она черного я знаю что она белая скажу да отец она она черная то же самое вот у меня вот вместе все так он никогда в жизни меня не повысит голос никогда в жизни не скажет что-то там допустим если он мною недоволен он мне это не скажет глаза он скажет маме мама передаст но он этого этого не скажет и знаете мне кажется я вот такой же отец наверное будут как бы то плохо не взял тряпка в этом плане на этом что все для ребенка и вот у меня с папой просто невероятное отношение я безумно его люблю и это для меня человек который сделал все ему за это спасибо да на свадьбах безусловно конечно конечно это мне кажется никогда не оставит я буквально на фестивале жара два года или даже два года прошло по огромный фестиваль пять дней я безумно хотел чтобы он прилетел и в этом прямо встретили как надо там прям бизнес-машины всем отели и помню стояла 12 тысяч человек там были все там от филиппа киркорова ну все артисты до фестиваль и мне было настолько наплевать кто там стоит потому что я знал что там сидит мой папа и я переживал втройне потому что он впервые сидит на таком фестивале шикарный стол он царь там и он возле всех этих артистов и он смотрит как выходит его сын на сцену это было переживание сумасшедшее потому хотя я уже тысячу раз выступал ну что мне чего мне бояться я выступали на 80 тысяч ну то есть нет ничего страшного но это было сумасшедшее волнение еще и плюс к тому что поставили совсем другую музыку но мой совсем другой трек я на тебя такой когда ты выходишь и вот такой момент и текст песни тысячу раз перекручиваешь в голове типа поэтому не забыть что должно все идеально я выхожу на сцену же прямой эфир 15 метров сцена я в центре сцены дремя другой минус и такой а и я на ходу и пою эту песню как никогда потому что папа смотрел да и я спустился вниз после выступления подошел к нему и говорю пап как тебя мне посылал в лоб просто сказал хорошо а потом не мама рассказала что он просто плакал но мне этого не под никогда не покажет такой мне отец политика я честно к этому никак не отношусь или думаю что наверное нормальный адекватный человек то вообще занимается другими вещами в жизни он к этому не будет никак относиться и когда больше всего убивать когда люди сидят там за столом или не знаю в ресторане и пытаются обсуждать политику я бы сделал бы так я бы сделал бы так или я бы сделал бы иначе ребят но ваши слова нафиг никому не нужны но честно ну сколько вы это не обсуждали бы ничего не изменится все будет так как там уже давно как бы все решили и ну не изменится ничего и с другой стороны люди которые жалуются так скажем на страну или на определенных людей но есть так тебе плохо чуть чуть здесь живешь то вот только могу так сказать а так я никак к этому не отношусь я живу слава богу меня никто не обижает никто не трогает тем более из политики хорошо относится как артистам поэтому не кусай руку с которой ты кушаешь давайте если мы живем в москве скажу так мне больше раздражать пробки дешевые понты ну и третье топ-чарт ну я не знаю что сказать ну прям такого примеру раздражает такого нет пробки да правда дешевые понты и топ-чарт все вот эти три вещи меня раздражает шутки крутые от своих близких я сам мне кажется самый дурной шутник в мире мне кажется шутки футбол обожаю я всегда смотрю буду смотреть я должен все правильно перечислять и когда мне звонят по фейстайму мои близкие через десять лет я думаю я хочу и желаю чтобы я выглядел так же хорошо вот было денег еще пять раз больше и чтобы у моих близких вокруг было все то о чем они мечтать и о чем я мечтаю за их жизнь вот и чтобы я писал песни без остановки то есть то что я до этого перечислил без без музыки не будет вы понимаете поэтому музыка безусловно первую очередь я думаю что через 10 лет когда мне будет 38 я буду вот хотел бы наверное быть как статусом как может стас михайлов да вот это вот я я в плане того что вот настолько да все таки вот но это статус но одеваться как я одеваю сейчас ближайшее время вот даже сейчас после после этого интервью я поеду снимать клип вот у меня как всегда у меня все все как обычно когда говорят типа что там у тебя планы на год мне только планы одни писать 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 снимать и наконец дай бог уже выступать по всей стране вот все что вот как бы мне 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 в планах нет ничего такого глобального но и другой стороны это и глобально то что я назвал делать постоянно новое снимать писать и выступать вот в увлечение фотографии это очень устаревшая был период что жил в киеве и была какая-то немецкая не помню честно все все сути просто был бренд немецкий и им понравилось мои фотографии они сказали а вы можете стать типа моделью просто мы сфотографируем я сказал там без всяких голых там ваших движений они сказали да и вот я просто фотографировался понятно дело за это было за деньги и почему бы нет и вот потом это все как бы раскрутили как будто я там люблю фотографии да я свой инстаграм фотографии еле выкладываю но какие там фотографии а тогда я в если google не врет а он врет то один раз просто я был моделью все только если себя там инстаграм да 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 самое главное жизни семья безусловно семья пожелания всем смотрящим меня вообще страной фэм и вообще живущие на этой планете будьте счастливы будьте собой и чтобы дай бог чтобы у вас никогда ничего не болело потому что здоровье самое важное спасибо